Открытый телеканал представляет Здравствуйте! Всего два дня назад прошли в Израиле выборы. Во время предвыборной кампании практически все кандидаты говорили о планах и желании действовать для снижения цены на жилье, снижения цен в принципе. Насколько это реально? От чего это зависит? Желание зависит от того, чтобы... Во-первых, проблема существует. То есть эти выборы действительно, вся эта тема снижения цены, она была очень актуальна. С одной стороны, мы видим, что цены на продукты питания снизились из-за того, что цены на нефть, мы об этом говорили, цены на нефть падают довольно-таки долгое время. С другой стороны, у нас есть центральная проблема, это проблема жилья. Вот этот вот лозунг «жилье» именно стал одним из основных лейтмотивов вот этих выборов. От чего это зависит? Это зависит от соответствия интересов различных групп, населения. В тот момент, когда вот эти интересы будут подведены под один какой-то базис, произойдет снижение цен. Это не только, то, что я хочу сказать, это не только политические либо экономические решения. Это ситуация такова, что мы должны прийти к какому-то согласию, консенсусу насчет наших целей. В тот момент, когда это произойдет, все вот эти загвоздки, проблемы юридического плана, экономического плана, они будут разрешаться. Потому что на сегодняшний день существует разница, диссонанс между интересами одной группы населения и второй группы населения. О каких группах населения ты говоришь? Группа населения, мы видим то, что происходит сегодня в Кнести, это на самом деле противостояние групп населения с различными политическими взглядами, либо экономическими взглядами. Потому что у каждой группы есть и политические, и экономические взгляды, то есть есть левые, есть правые, правые экономические, правые, там, допустим, политические. И ситуация такова, что при частоте смен правительства любая партия не может привести вот эти решения экономического плана в действие, потому что каждые два года у тебя есть смена правительства, смена курса. В тот момент, когда это происходит, действительно мы видим стагнацию в каком-то снижении цен долгосрочном. То есть достаточно ли, вот допустим, сейчас у нас будет новый министр финансов, достаточно ли, что он будет очень сильно хотеть снизить цены на жилье и будет полон решимости это сделать? Достаточно ли этого? Ой, мы уже не живем в Эре, мы Николай Второй, можем все решить, всех там, да, мы уже в другом, действительно в другой реальности живем, мы все сильно очень завязаны. То есть, мы не можем, во-первых, говорить о Израиле как отдельной экономике. Израиль очень зависит от экономики других стран. Одна из причин того же жилья, то есть из-за того, что сегодня состояние с жильем таковое, это процентная ставка очень низкая по всему миру. Это одна из основных причин спроса, громадного спроса на жилье в Израиле. Как это связано? Это связано тем, что чем ниже процентная ставка, тем мне, как человеку со сводовыми деньгами, мне выгоднее покупать жилье, которое дает, допустим, возврат 8-9%, чем вкладывать деньги в банк, где я получаю 0%. Но мы вернемся к нашему Сару Цару, к нашему министерству финансов. Дело в том, что ситуация у любого функционера, она гораздо более сложная, чем я объяснил на простом примере. Он должен не только принять во внимание всю вот эту совокупность взглядов, он должен понимать, что он живет в стране с громадным количеством постоянных, я не знаю, сдвигов ту либо в другую сторону. И с политической, и с военной, та же ситуация, которая была, допустим, со скалой полгода назад буквально, 3,5 миллиарда шекелей откуда-то должны были уйти. То есть он должен быть готов постоянно драться для того, чтобы проводить свой курс. Для того, чтобы постоянно драться и вести, и смотреть одним курсом, у него должна быть группа людей, которая идет вместе с ним. Эта группа, она не только закрывается, допустим, с его партией, должна быть группа людей, которые составляют и оппозицию, и коалицию, все вместе, которые видят, что вот сейчас мы хотя желаем снизить жилье, у нас есть какая-то программа долгосрочная, и мы, несмотря ни на что, ни на какие выборы, продолжаем ее проводить в действии. Если я как один человек, какой бы я удачливый не был, как бы я этого не желал, какие бы у меня там хорошие желания относительно населения, я действительно душевный человек и хочу помочь всем, этого никогда не поможет, потому что ситуация такова, что война интересов, она дошла до такого уровня, что как лебедь, рак и щука, каждый в свою сторону тянет, все стоит на месте. Исходя из этого, какие, как ты думаешь, какие первые действия должны быть министра финансов, допустим, или главы правительства, или тех, кто должны будут заниматься этой проблемой, проблемой жилья? Какие должны быть их первые действия? На самом деле это смешная история, потому что мы знаем, в школе нас, в экономических школах учат, какие должны быть первые действия. Это вопрос, что вот ты заходишь в комнату, у тебя такая-то там ситуация, тебя стреляют с того, с этого и с этого угла, как ты себя ведешь? Я думаю, что мы прошли вот эту фазу, когда первые действия, они имели какой-то смысл именно в механических решениях. Ну, я сначала пойму, там, как работает эта система с точки зрения того, какие интересы существуют сейчас на рынках, какая ситуация существует, понять, какие игроки. И вот исходя из этого, я буду вести куда-то что-то куда-то, для того, чтобы прийти к своим целям. Это вот то, что пишут, как должно работать. На самом деле состояние сегодня таково, что все понимают, что разлом, который существует в обществе на данном этапе, он практически с самого начала вставит любое правительство, неважно какое, вот сейчас правые пришли к власти, в ситуацию, в стагнацию. Я не вижу никакого долгосрочного, никакой вид долгосрочной программы, неважно в какой области это будет идти, которое могло бы благополучно пройти более двух лет, допустим, даже начать, потому что мы знаем, что не все заканчивается к Нессе там, есть там какие-то комиссии. В этих комиссиях могут сидеть люди с оппозицией. В данном пыли, там, раска, я не знаю, в данном накале вот этих вот страстей, которые существуют, действительно что-то очень из ряда вон выходящее, мы должны понимать, что первым делом мы должны успокоиться. Успокоиться, понять, что в конце концов, после всех этих политических игр, на данном этапе мы находимся в разломе. Ситуация и в экономике, но мы это видим через политику, очень серьезная, очень проблематичная. Мы никуда не пойдем, и первым делом не только министр финансов, потому что министр финансов, он не out of the blue, он не стоит там и действует в своей области, в комнате своей, он находится в зале, в этом зале находятся и другие министры. Но вот эти вот министры, всем как народ, должны понимать, что на данном этапе первым делом мы должны прийти к какому-то консенсусу минимальному насчет наших целей долгосрочных, как государству. Вот с этого момента исходя, мы можем уже что-то строить. Сегодня вот этот разлом, который был на последних выборах, я не знаю, или вообще что-то возможно сделать. Но мы видим, что действительно в предвыборной кампании вопрос жилья прошел красной нитью по кампаниям всех, буквально всех кандидатов. То есть может ли вопрос жилья быть той целью, тем вопросом, который объединит людей из разных лагерей, из разных интересов, из разных групп населения? И вот давайте ради решения проблемы жилья будем. Смотри, Израиль, слава богу, имеет причины более веские для того, чтобы было тут объединение. К сожалению, мы имеем не самых доброжелателей вокруг нас, и все равно мы находимся в состоянии постоянной войны либо с внешним миром. Когда у нас нет войны там, мы находим время поиграть в войну между собой. И хотелось бы верить, хотелось бы верить, что это действительно на данном этапе, вот может быть, в эти выборы, может это действительно будет вот этим вот камнем, который приведет, я не знаю, вот именно тем, чем-то, что приведет... Краегольным камнем. Нет, я имею в виду, что приведет что-то к совместной работе вот этих партий, потому что действительно и у Кахлуна это было, и у Нитаниалы там каким-то образом, там, ну, и у Аводы, у всех, у герцогов, у всех это каким-то образом прошло, потому что действительно это интересует правительство. Вопрос, по какому принципу это их интересует, то есть тех, которые про это говорили, либо про простой популизм, либо действительно они хотят, желают это решить. По крайней мере, две программы, которые были, первая ЛАПИДА и вторая вот эта вот цена Махир Матара, они упали на сегодняшний момент. Давай немного поговорим об этих программах, чтобы просто было понятно, о чем мы говорим. Что это за программа нулевой НДС, которую пытался провести ЛАПИД? Чем она могла бы помочь, если бы она прошла, чем она могла бы помочь снизить цены на квартиры? Целевая аудитория. Люди, у которых нет квартиры. Ну, там были какие-то, должны были получить квартиру без налога на добавленную стоимость. То есть покупая, допустим, квартиру, если стоила миллион шекелей в Хадере, то без добавленной стоимости она стоила бы на 180 шекелей меньше. Вот люди, у которых нет квартиры, должны бы получить вот такую вот субсидию. Это не субсидия, это, да, в принципе, это субсидия. То есть это налоги, которые государство бы недополучило. И вот таким образом люди получили бы вот этот выигрыш. 18-процентная скидка. Махир Матара, это второй вид, который предлагал людям возможность, целевым тоже аудиториям, у которых нет квартиры, получить квартиру по 20-процентной скидке за счет того, что государство, которое содержит 93% всех земель, всех земель, которые в Израиле, продавало бы это подрядчикам по заниженной цене. То есть государство вкладывало определенную цену на квартиру уже стоимость в договор с подрядчиком. То есть если я, допустим, государство, а ты подрядчик, я бы тебе давал эту квартиру возможность строить на моем государственном, на моем государственной земле только в том случае, что цена за квартиру будет фиксирована. Она будет не больше 20% скидки, не меньше 20% скидки вокруг стоимости квартиры вокруг. Если в той же Хадере та же квартира стоила, допустим, 100 миллион шекелей, то ты, получив заказ от правительства, должна была строить эту квартиру за 800 тысяч шекелей. Тоже хорошая программа. То есть обе эти программы могут быть возможными решениями? Могли быть возможными решениями. Если бы они прошли и не упали из-за каких-то политических расчетов. Ну не из-за каких-то, мы видели это своими глазами, что произошло следующее, что в принципе политическая система, политический менеджмент на данном этапе своего развития абсолютно равнодушен к веяниям населения. То есть его не интересует, что происходит с гражданами. 300 тысяч человек, которые находятся без квартир на данном этапе, остаются без тех же квартир. Выборы произошли. Мы вернулись в той же самой ситуации, на самом деле, которая была до этого. Ничего по большому счету не изменилось, кроме каких-то подвижек внутри коалиции. А должно было быть немножко по-другому. Мы видим вот эти вот, что квартиры, с одной стороны, у нас не хватает 300 тысяч квартир. С другой стороны, у нас есть, мы знаем, согласно бюро статистики, у нас есть 100 тысяч квартир, которые стоят незаселенными. Почему? Потому что есть громадное количество жителей нашей страны и зарубежных евреев, которые живут за границей, которые держат квартиру для инвестиций и продолжают их содержать для инвестиций. То есть они купили это, допустим, 5-10-7 лет назад. Говорят, что в Иерусалиме, говорят, известно, что существуют целые кварталы, так называемые кварталы, в которых нет ни одного человека. Целый квартал призраков. Да, кварталы-призраки. И вот эти вот, с одной стороны, у тебя есть громадное количество людей, у которых нет квартир, которые живут на Схируте и платят громадное количество денег на это, до 50%. С другой стороны, у тебя есть целые кварталы, которые... 30% от всего недостатка квартир, которые становятся просто незаселенными. Почему это происходит? Ну, тут можно сказать, экономические причины. На самом деле, я думаю, что это все проблема немножко отношений между людьми. То есть если бы мы немножко чувствовали себя неудобно по отношению с тем, когда мы живем в 40 квартирах, как есть у некоторых, у рекордсмена в Израиле, частного рекордсмена в Израиле, есть в районе 40 квартир. То есть речь идет о частных людях. Да-да-да, это не строительные фирмы, это ничего. Кстати говоря, экономически это, конечно же, связано с тем же самым процентом, о котором мы говорили. Потому что у человека, если у меня есть деньги, у меня есть два выхода. Один — это вкладывать либо в банк, допустим, второй — это вкладывать в недвижимость. В тот момент, когда в банке я получаю мало, я выбираю вкладывать в недвижимость. Что меня может остановить это дело? Меня может остановить одно. Высокий процент. Либо высокий процент, либо солидарность. Потому что если есть солидарность, если я понимаю, что вокруг меня существуют люди, кстати говоря, которые находятся со мной в армии в основном, и воюют со мной за безопасность моей страны, которые не способны купить квартиру, и этих людей 33% не могут купить, а вот эти квартиры стоят без всего, то есть от 100 тысяч, от 300 тысяч, 100 тысяч стоят, то это проблемы в отношениях между людьми. Если бы отношения были немножко ближе между нами, то, я думаю, тогда бы этого не прошло. То есть кроме лозунгов, которые мы говорим во время войны, что мы братья, мы должны это как бы приводить, ожидать хотя бы, что это придет к какому-то эквиваленту экономическому тоже. То есть мы не должны питаться один у другого, не жить в коммунизме, но хотя бы... Минимум смотреть немножко другими глазами друг на друга. Еще есть такие данные о том, что поскольку население стареет, многие пожилые люди, у которых дети уже разъехались, у них нет стимула переезжать в более компактное жилье, и поэтому они продолжают жить в больших квартирах, в то время как молодежь ютится в каких-то съемных маленьких квартирках. Вообще реально дать какой-то стимул людям более старшего возраста? Ну, все реально. Все реально, все зависит от того, как мы смотрим друг на друга. Если мы не перестаем играть, смотреть, каждый житель, допустим, Израиля, скажем, не в связи от того, какой общине, либо какой окраске политической он относится, мы живем, у нас есть цель. Общая цель. У нас есть какое-то продвижение в какую-то сторону. И в тот момент, когда мы смотрим на это таким образом... Наша цель как государство? Наша цель как государство, как граждане, я не знаю, мы растим детей в какое-то будущее. У этого будущего должна быть определенная окраска. Она должна быть... Мы должны его понимать. Потому что если мы это не понимаем, мы занимаемся вот этими вот мелочами, думая о том, как мы тактически можем улучшить свое отношение по отношению к другим. То есть каждый смотрит на себя. Молодые пары живут, ютятся там в маленьких квартирах, более старшие живут в больших квартирах, которые им не должны. Вот этот вот переброс мы сделать не можем. То есть этих переместить туда, этих туда. Почему мы не можем это сделать? То же самое происходит и с едой, гораздо лучше. С одной стороны, у нас есть люди, которые голодают. С другой стороны, мы знаем, что 40% еды выбрасывается. Почему это происходит? Это происходит из-за того, что отношения между людьми не находятся на должном уровне. Потому что цели у нас, они не долгосрочные, они короткосрочные. Они ставят меня во главу угла по отношению к другому человеку. То есть я свое состояние по отношению к другому улучшаю. В принципе, решить это можно. Это не тяжело. Кстати говоря, вся эта проблема насчет того, что население стареет, это гораздо более глубокая проблема, чем то, что у них есть квартиры, а у этих нет квартир на самом деле. Говорится о том, что вообще количество взрослеющего, взрослого, стареющего поколения, на душу населения молодого, оно постоянно растет. У нас есть пенсионная проблема с этим, связанная экономическая, и много проблем другого плана. Может быть, мы раскроем эту тему в наших следующих программах. Еще последний вопрос. На самом деле, человек, у которого уже есть квартира, заинтересован в росте цен. Да. Получается, что гораздо больше людей заинтересованы в росте цен на квартиры, чем в падении цен. В Израиле ты права. Теперь вопрос. Возможно ли, в принципе, решить проблему жилья, так называемый жилищный вопрос, о котором все говорят постоянно во всех средствах массовой информации, на всех плакатах и во всех беседах пятницу вечером. Возможно ли, в принципе, решить этот вопрос, если гораздо большее количество людей заинтересованы в том, чтобы цены росли? Ну, вот это и есть, чему нас учит, на самом деле, западный стиль жизни. Что, с одной стороны, мы играем в душевных, добрых дяденек и тетенек, что нас очень интересует то, что происходит с другими людьми. На самом деле, де-факто, мы ничего в эту сторону не делаем. То есть мы себя принимаем как хороших людей. Мы относимся к другому очень хорошо, на самом деле. Нас интересуют проблемы с квартирами, нас интересуют проблемы с голодающими. На уровне каком-то там чувственном, наверное, это правда. Это так и есть. Но вот от этого момента отойти, понять, что для того, чтобы тем же самым голодающим, тем же самым бесквартирным было немножко легче, я должен поступиться сантиметром своей выгоды экономической. И это я могу сделать не из-за того, что я буду себе говорить, какой я плохой, либо какой я хороший, а только в том случае, если мои цели, как человека, воспитывающего новое поколение в Израиле, будут немножко другими. Когда мы начнем понимать, что у нас, у нашего народа есть громадная история, у нас есть хорошее будущее, мы должны к этому будущему идти, мы можем всегда этот народ выживал только в том случае, экономически, и политически, и социально, не знаю, и с точки зрения безопасности, только в том случае, когда он был вместе. Живя в окружении таких государств, на данном этапе развития мы не можем себе позволять вот это, то, что произошло на этих выборах, вот это вот разветвление, вот разброс между богатыми и бедными, левыми и правыми, все, что тут происходит. Мы должны понимать, что вот сантиметр моей выгоды, он может стоить нашему государству вообще возможности выжить или не выжить. То есть мы должны каким-то образом менять состояние. Ну, может быть, насчет себя мы уже ничего сделать не можем. Давайте хотя бы попытаемся детей растить в другой атмосфере. Спасибо большое, Игорь. Спасибо большое нашим зрителям. До новых встреч.